Есть у нас очень такая интересная новость. Она вроде бы начиналась давным-давно, и мне про нее рассказывал Андрей Заякин еще очень много. Еще, наверное, в первом эфире. Один из первых гостей у нас в «Кактусе» был, он тут рассказывал про него. Диссертация Мединского. Начиналось все обыденно. Нашли у Мединского плагиат, сказали, друг, ты зачем? Мединский сказал, нет, вы что это? Решили меня степени лишить научной? И вот тут начался сериал. Сначала отправляют в комиссию в регион, потом возвращают в Москву. Говорят, что сначала все нормально. Теперь нашли все-таки проблему у него с диссертацией, но случилось чудо. Диссертация пропала. И как это получается? Вот теперь... Чудесные приключения к диссертации в Мединском. А ты знаешь, там у него был, соответственно, автореферат. Ну ты понимаешь, да, как сейчас пишется автореферат. Автореферат выставляется и фиксируется. То есть написано, кто будет проверять, кто у тебя твои оппоненты. Они зафиксированы. Пархоменко Сергей нашел этот автореферат, говорит, смотрите, люди, которые в автореферате прописаны, говорят, что они не были на защите. Они не знают. Появляется версия, что теперь появился новый автореферат. Нет, они сказали, что это был черновик, хотя он хранился официально в архиве, поэтому это не может быть черновиком. Это официальный документ. Но у них, якобы, они сказали, ну это был черновик, а на самом деле был совершен другой автореферат. Но вот тот автореферат, который другой, там и нет почему-то страницы, где указаны оппоненты. И вот эта вся история продолжалась. И пришла она к чему? Нет, ну пришла она, что у него, смотри, во-первых, уже сейчас, вот это такой важный момент, Сергей Мироненко, это член президиума высшей аттестационной комиссии, решил получить эту диссертацию, запросил ее. И Министерство культуры сказало, что, похоже, диссертацию засекретили, не дадим. Они так обходными маневрами сказали, они им начали говорить, вот, вы знаете, она у нас хранится где-то там за городом. Сергей Мироненко говорит, вы знаете, я вообще-то в госархиве имею отношение, я знаю, что там нет у нас никаких загородных хранилищ, тайных диссертаций. После этого у него перестали брать трубку. И вот это позорище, просто вот это все, это лютое-лютое позорище с подменой этих документов, с подменой понятий, с вовлечением все больших и больше уважаемых лиц, лишь для того, чтобы Мединский где-нибудь на пьянке мог сказать, ну а еще я имею диссертацию. Ну, какой ЧСВ должно быть у человека, да? Но вот еще другие журналисты, которые не вовлечены, могут сказать, что вот, диссернет, он, наверное, там предвзятый или как-то еще пытается очернить министра в нашей стране. Но вот корреспондент Интерфакса также не смог получить на руки автореферат работы Мединского, который хранится в Российской государственной библиотеке. Там заявили, что материал находится в одном из отделов, или его взял кто-то из сотрудников. Ну, то есть вот прячут, прячут они улики, доказательства того, что в этой диссертации там не то, что что-то не так, там, наверное, трудно найти, что так было в этой диссертации. Нет, ну а ты понимаешь, почему автореферат не может быть? То есть, ну, друзья, вот как делается автореферат? Когда написали автореферат, после этого он привязан прям четко к диссертации. Если вдруг что-то меняется, например, даже больше одного твоего оппонента меняется в автореферате, меняется весь автореферат. Он вынимается из обращения, меняется дата защиты диссертации, и вот этот тот старый, ну, никак не может появиться. То есть он просто отменяется, аннулируется. Соответственно, товарищ Мединский лжец, негодяй, и пытается обмануть. Сначала обманул кого? А в школе он, наверное, также получил диплом. Какой же у него диплом в школе? Это интересно. В школе аттестаты, Коля. Аттестаты? Тем более. Ну, мне кажется, что... Если у него диплом, тогда, может быть, у него есть аттестат и диссертация? Мне кажется, совсем далеко зашло, если Мединский, вы смотрите наш эфир сейчас, а мне кажется, вы смотрите эфир и канал Навальный Лайв, как все остальные чиновники в первую очередь, мне кажется, то я хочу сказать, что, ну, наверное, ситуация достаточно далеко зашла, и, наверное, сейчас лучше ее стопануть. Сейчас, вот сейчас можно, наверное, еще каким-то образом сохранить лицо, если отказаться и признать претензии научного сообщества к вашей диссертации, потому что вся эта возня, она портит только еще больше вашу репутацию, вы сами себя закапываете. Мне кажется, человек... Были случаи у диссернета, были случаи, когда люди самостоятельно, когда их уличали, их диссертация в плагиате или в каких-то других вещах, они говорили, что они отказывались от диссертации. Вот, например, бывший председатель Мосгурдумы, я знаю, что он отказался, и поступил совершенно правильно. Сейчас, если человек уличили во лжи, наверное, чтобы сохранить хоть какой-то остатки репутации, нужно, наверное, честно признаться. Да даже не то, чтобы сохранить остатки репутации. Вот этой всей схематозом с диссертацией вы убиваете министерство образования. То есть, ладно, репутацию-то бог с ним, у него какая-то клейма негде ставить на человеке. А вот все министерство образования включено в процесс по защите жулика. Все знают, что он жулик. Мы знаем, что он жулик. Министерство образования, что он знает, что он жулик. Он сам знает, что он жулик. И самое главное, что он сам знает, что все знают, что он жулик. И нет, дальше он гнобит и гнобит себя. и, самое главное, Министерство образования. Ну, елки-палки, давайте хоть чуть-чуть что-то оставим, хоть репутацию какого-нибудь Министерства образования, хоть надежду на возрождение. А то, что это у нас, то одно, то другое. Не подставлять учителей, товарищ Мединский. Я могу только присоединиться к словам Коли. Хочу прочитать комментарий, вернее, вопрос. Андрей Бочаренко в Ахтубинск, Астраханская область заедет, Навальный. Я хочу сказать, что Алексей Навальный, люди из Ахтубинска, пусть приезжают в Астрахань на встречу с Алексеем Навальный. В описании к этому видео есть все ссылки на ивенты ВКонтакте и Фейсбуке. Так что у всех есть шанс, приезжайте в Астрахань. Я думаю, что нужно закончить сериал, безумно обсуждение сериала Мединский, его диссертация и позор двух министерств нашей страны. Нужно это прекратить. Прекратить его, может, только Мединский, сознавшись, признав, мне кажется, у людей... Вот ты говоришь, остатки репутации трудно сохранить, потому что ее нет. Но вот, может быть, какая-то репутация и появится у человека. Просто я тут диссертацию живу. Ты знаешь, как диссертация называется? Там проблемы объективности в освещении. Ну, там дальше российская история, вторая половина 15-17 веков. Но вот проблемы объективности в освещении. Товарищ Мединский, никакой проблемы в освещении у вас нет. Все понятно, все ясно. А отказывайтесь от диссертации.